Всем привет! С вами снова Славный Дружи Обломов. Простой вопрос. Любите ли вы баклажаны, как ненавижу их я? Ну, шучу. На самом деле я не то, что не люблю баклажаны, просто раньше моя семья была не очень богатая, и моя семья и сейчас не очень богатая. Ну и, короче, ну, вы знаете, там 90-е бабла вообще не было, и иногда бывали такие, скажем так, месяцы, когда мясо удавалось поесть не всегда. Огромное спасибо Ельцину, огромное спасибо Горбачеву, жили, скажем так, ну, не голодали, но жили на очень-очень простых продуктах, типа там гречка, овощи, которые сами на даче вырастили, вот. И с тех пор всякого рода кабачки, баклажаны во всех видах, тушеные, соленые, фаршированные, жареные. Я небольшой фанат, вот, не знаю кто как, но на самом деле этот овощ, он очень нежный. Сейчас я попробую сделать рецепт рождественской закуски, которую подбрил у одного из моих любимых поваров Гордона Рамзи. То есть мы вот из этого, из этих обычных овощей попробуем сделать божественную, сливочную, нежную, чесночную, со специями, закусочку для хлебцев. Начинаем. Спонсор выпуска второй раз уже, канал Усатого Трейдера, видимо ему понравилось, как я его пропиарил. У чувака забавный канал, подписка вот по этой ссылке, человек играет на валютной бирже, одевает разные усы, бороды, маски и очень, как бы, экспрессивно реагирует на все, что происходит с его реальным валютным счетом. Кто играет на Форексе, проходите, вы поржете. Но, честно говоря, скажу вам так, я и тогда говорил, и сейчас я на Форексе все свое бабло просрал. Вот, у меня была 1000 долларов, тогда это было 30 тысяч рублей, я все свое бабло просрал, поэтому не надо потом мне предъявлять. Проходите по ссылке, смейтесь, подписывайтесь, шикардосный канал, но 33 тысячи раз подумайте, прежде чем играть на реальные бабки. Вот такой вот мой совет. Итак, берем наши баклажанчики, отрываем у них вот эту вот жопку. Ну, можно ее отрывать, можно ее еще как-нибудь зачистить, это не так уж и важно, нам она не нужна. И разрезаем наши баклажаны пополам. Должны получиться вот такие вот более-менее одинаковые лодочки. Мы баклажаны будем запекать, причем запекать мы их будем, в состоянии очень-очень такого нежного. Поэтому нам нужно, чтобы у нас чеснок, тимьян, розмарин, чтобы у нас все это дело проникло в запекаемый баклажан. Собственно, делаем вот такие вот надсечки, стараясь не очень сильно повредить шкуру, хотя это не так уж и важно. То есть вот такие вот надсечки крест-накрест. Через эти надсечки все вкусы, все будет проникать внутрь нашего баклажана. Это делается буквально вот так за секунды. Можно делать продольные, можно поперечные, как хотите. Это не имеет никакого значения. Просто кромсаем вот так. Берем несколько зубчиков чеснока на каждую половинку. Блин, я уже успел порезаться. Ножи самура, черт подери. Схватил сакай за пятку пальцем. Ладно. Как быстро чистить чеснок, я думаю, все знают. Берем, бэм, чуть-чуть фиганули. Отрезали жопку, все, чесночина вываливается сама из шелухи. На каждую половинку берем одну чесночинку. Выдавливаем зубчик чеснока на каждую. Ты, куда ты пошел? Ой, как хорошо мне в мой порез заходит чеснок. Просто фантастически. Обалдеть. Обожаю чеснок. Так. Делаем вот так вот. Здесь у нас на каждой половинке оказывается зубчик чеснока. И добавляем сюда еще соль. И втираем. Оно на самом деле при запекании прекрасно попадет в эти штуки. В эти распилы. Но так, знаете, чтобы не отвалилось. Чтобы запустить процесс. Втираем туда чесночок. Видите, он попадает в разрезы. И в мой палец тоже. Берем тимьян. Вот так вот открашиваем. У нас получаются вот такие вот палочки. Этими палочками маленько нафаршировываем. Можно не очень четко, но чтобы тимьян был в каждой половинке. Вот так. В одну половинку мы нафаршируем тимьян. Во вторую мы нафаршируем, навставляем розмарин. Внимание! Розмарина нужно меньше, чем тимьяна. Потому что розмарин гораздо-гораздо мощнее. Теперь нам нужно эти баклажанчики запечь. Нам нужно их запечь до того состояния, пока мы не сможем их вышкрябывать вообще ложкой, превращая в эдакую кабачковую, не знаю, баклажанную икру. Вот. А для этого нам нужно как-то их закрутить. Сделать это очень просто с помощью простой фольги. Добавим немножко перчика. Я не знаю, зачем на самом деле это можно будет сделать и потом. И сделаем очень просто. Закрываем баклажан вот таким вот образом, чтобы все травы, специи, чтобы все завернулось туда. И просто его вот так вот закручиваем, подворачиваем концы. Получается вот такая вот колбаска, которую мы запечем. 40 минут в духовку. Какая температура, сказать сложно, потому что, честно говоря, абсолютно все равно там будет 180 или 200 градусов. Подгорать тут нечему. Все завернуто, собственно, в фольгу. Да и даже если там кожица немножко подгорит, она нам все равно не нужна. Мы будем наши баклажанчики вышкрябывать. Поэтому просто врубаете на максималочку духовку и на полчаса-40 минут туда их фигачите. Главное, чтобы они внутри стали супер мягкими, такими полужидкими. Окей, прошло где-то полчасика или даже 40 минут. И давайте посмотрим, что же там внутри. Распакуем наших красавцев. Горячие сволочи. О, вы зацените. Пар валит. Ах, тимьянно-розмариновый запах. Я вам так скажу, это пахнет уже просто суперски. А внутри вот такая вот дымящаяся красотуля. Ключевой момент. Траву лучше выдирать сразу. Потому что я видел в рецепте Гордона Рамзи, он сначала вышкрябывал начинку, а потом пытался из этой начинки выцеплять траву. Это был его косяк. Он как бы, ну, не говорит о своих косяках. Как и я не говорю о своих косяках. Никто не хочет их признавать. Но лучше траву сначала вынуть, потому что она весь вкус уже отдала. А эти палки там внутри нафиг не нужны. Вот, а потом уже вышкрябывать начинку. Эй, вышкрябываем начинку. Она очень мягкая. Вышкрябываем начинку из баклажанчиков. Но, не знаю, как Гордон сказал, что типа если немножко кожицы попадет в блюдо, то это как бы не особая беда. Получается вот такая вот ароматная начиночка. Я не знаю, можно, конечно, было бы держать все это дело еще минут на 10 подольше. Тогда бы она была еще мягче. Но, честно говоря, она вышкрябывается вот как бы вот абсолютно спокойно. Проблема в том, что пока это не совсем похоже на идеальную пасту. Нужно это дело вот так вот порубить. Оп. Видите, превращается уже в пасту. Собрали и опять. Пока это не будет похоже на эдакую баклажанную икру. Когда я смотрел рецепт Гордона, я думал, а что, собственно, он вот на этом этапе просто не взял, да не пропустил... Черт, тут фольга попала. Не пропустил все вот эти вот баклажанчики через миксер. А потом я понял, что тут нужна не совсем, не совсем, знаете, как картофельное пюре. Не совсем сливки такие, совсем вообще в труху, а нужно, чтобы все-таки кусочки маленькие-маленькие. Вот такая вот баклажанная текстура, она чтобы осталась. Но кусочки должны быть очень мелкие. Собираем в какую-нибудь плошечку. Так, нашу баклажанную пасту. Пахнет она чесночно-обалденно. Я бы назвал это так. Она пахнет чесночно-обалденно. Как хорошо, что у меня есть два одинаковых на кири. Это очень удобно. Сейчас, на самом деле, одна проблема. У нас наша паста баклажанная, она слишком овощная. Понимаете, она... В ней нет, как вам сказать, нет толщины блюда. То есть, например, в большинство соусов, когда вот готовится соус из каких-нибудь фруктов или овощей, на определенном этапе туда добавляется всегда, вот посмотрите любое кулинарное шоу, туда добавляется куриный бульон. Почему? Потому что он сытный, жирненький, и он задает вкусу, как бы, такое тело блюда, понимаете? А дальше уже идут фруктовые нотки. У нас сейчас чисто овощи, они не обладают собственной нажористостью никакой. Поэтому все это дело нужно чем-то разбавить. Можно взять жирную какую-нибудь сметану, можно взять жирные сливки. Я взял сыр альметте, либо любой другой сливочный сыр. Хорошо. Плюс подсушим немножко нашу пасту на сковородочке. Добавим маленько оливоча. Сюда идет наша паста. И я добавлю почти целую банку альметте, потому что хочу, чтобы это дело было очень сытным. Потому что сытность это наше все. На данном этапе немножко подсушиваем нашу пасту. Добавляем туда еще соли, еще перца. Как вы видите, альметте наш разводится в такую нежную-нежную пасту. Сейчас самое время пробовать это по соли и по перцу. Но смотрите, долго не выжаривайте, иначе когда остынет, а эта закуска подается именно остывшей, то будет очень-очень густой. Короче, у нас получается супер нежная, немножко сливочная баклажанная паста со вкусами чеснока, розмарина, тимьяна, со специями. Куда она вообще катит? Куда угодно, чуваки. Она катит куда угодно, понимаете? То есть вы можете... Мы поджарим немножко булочки, буквально несколько кусочков булочки. У нас будут такие типа крутоны. Можно на лаваш мазать, можно в тарталетки класть, можно в блинчики заворачивать. Вот эта тема, она очень-очень, как сказать, пикантная и для тех людей, например, которые не едят мясо. Вот к вам пришли там на праздник люди, которые мясо не едят. Ну, это по крайней мере странно, но вот можно их угостить вот этим. Не так толсто нарежем булочку или багет. Мы эту же булочку использовали для сэндвича, но для сэндвича там был стейк, там нужны толстые куски. А здесь хватит вот таких вот крутончиков. Поджарим, само собой. Ну, как всегда, крутончики, прежде чем обжаривать, немножечко добавим оливоча. Для того, чтобы, ну так, длинножористости и чтобы золотились они быстрее. Золотим буквально по минутке с каждой стороны на чугунной сковородке. У меня биологская, ясенпень, толстая сковородка. Выкладываем, сразу же начинает дымиться. И ждем. Постоянно поглядывая, чтобы появились полоски. Переворачиваем. Буквально через минуточку. Получаются вот такие вот полоски. И с другой стороны тоже обжариваем. Крутончики. Выкладываем нашу пасту. Вот так как-нибудь. Блин, пахнет она просто обалденно. Это просто нечто. Если честно, я не подозревал, что так может пахнуть блюдо, в котором нет бекона, мяса или, я не знаю, куриных ножек. Сбрызнем немножечко все это дело. Еще хорошим оливочем. И можно немножко, вот так, знаете, для украшения, чуть-чуть-чуть тимьянчика накрошить. Но совсем чуть-чуть, чисто для того, чтобы там хоть что-то, как сказать, хоть что-то зелененькое сверху лежало. Потому что тимьян там уже само собой есть. Отрезаем жопку лимона. И несколько капелек лимонного сока. На каждый бутер. Прямо перед подачей. Вот когда прям каждый будет забирать. Ну, такой закусом. Надо попробовать. Я на самом деле так говорю, потестим. А я уже один бутер съел целиком. Очень вкусно, чуваки. Вот, когда пробуешь, тяжело поверить, что там нет мяса. Потому что сливочно, нажористо, баклажан, он, ну, почти заменяет мясо. То есть, я, конечно, тот еще мясоед. В смысле, не тот еще, а реально мясоед. Но вот эта закуска, это очень вкусно. Вот оно выглядит, как будто какая-то паста на каком-то бутере, на крутоне лежит. Но сочетание чеснока, розмарина, тимьяна, соли, перца, лимончика, это беспроигрышная тема. Да, делать запарно нужно запечь эти баклажаны. Но оператор говорит, Ларину бы понравилось. Ларин это такой блогер. Он, типа, ну, мясо он не ест. Вот. Но вот это бы ему тоже понравилось. Вердикт. Одна из самых вкусных закусок. Без мяса, без бульонов, без костей. Божественно. Вот, то есть, Гордон Рамзи не кидает через писюну. Вот, что я могу сказать. Самый славный, дружа обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Крутая ли закуска? Да. Честно, не ожидаешь, что такое может получиться из обычного баклажана. Из ближайшего фруктового там ларечка. Вот. Сегодняшним нашим спонсором был усатый трейдер. Человек, который играет на валютной бирже, при этом очень экспрессивно реагируя на то, что происходит с его счетом. Проходите вот по этой ссылке, подписывайтесь на его канал. Ну, я повторюсь, пожалуй, 33 раза подумайте, чем куда-то вводить реальные бабки. Я все свои бабки на Форексе в определенное время просрал. Вот такие вот дела. Всем пока, кому рецепт понравился, ставьте пальцы вверх. Всем удачи!